Продолжение следует... Продолжение следует... Это просто на базе CX-7, как ни странно, на базе такого хорошего, быстрого, но все-таки кроссовера создан гоночный автомобиль. Ну, так скажем, для любительских гонок все-таки, потому что он вне каких-то жанров. Серьезно был переработан двигатель, установлены другие турбины, интеркулеры. Прошел автомобиль-цикл испытаний на тормозном стенде. И чуть-чуть мы его покатали в Мечково на единственной гоночной трассе. Трудно говорить о каких-то там рекордах круга, но тем не менее эта машина быстро едет. Вот, это главное изменение. Ну, и еще второй вариант обвеса, который очень легкий. В отличие от первого, мы просто поработали серьезно с весом. Все бампера, все накладки, капот. Все это легче стало, примерно на 70 килограмм. В этом проекте, конечно, мы стремились не отходить от духа Мазды, от этого вот духа зум-зум, чтобы машина была игровая, интересная, задорная, чтобы она своим обликом предлагала позажигать. Машина получилась яркая, необычная. И, в общем-то, Мазда ЦИХ-7 кроссоверу сдается в ней с трудом. Это настоящий гоночный автомобиль. Если снаружи русская Борзая отличается от стандартной Мазды ЦИХ-7 процентов на 50, то внутри, то есть технически, этот автомобиль переработан практически полностью. В основном работали над весом, так как в гоночном автомобиле отсутствуют многие агрегаты, системы, которые нужны серийному автомобилю. Поэтому было огромное количество лишней проводки, поэтому пришлось проводку сделать, в общем-то, самим заново. Мотор остался с непосредственным впрыском, что такая архи-сложная задача. Цитировкой моторов с непосредственным впрыском мало кто в мире вообще занимается. Установлены многие компоненты, такие гоночные, как буст-контроллер, свои термостаты, по-другому сделана система охлаждения. Она также облегчена. Колеса, что за диски? Это Маздовские диски, нет? Тормоза и колеса – это российское производство. Это сделано все в Москве. Кованые колесные диски. К сожалению, пригодных для гонок дисков по ЦИХ-7 не существует, каких тормозов, поэтому это все пришлось разрабатывать специально. Отвод воздуха, от тормозов, в общем-то, во многом зависит от формы колеса. Поэтому была выбрана именно такая форма и такая конфигурация тормозов. Тормоза, как будто педаль кажется, как обычная. Усилитель остался серийный, вакуумный. Он чуть доработан, но в основе своей все-таки стандартный вакуумный усилитель, поэтому педаль кажется не тяжелая. На кольцевых машинах есть сигнал? Нет. Для чего он? Вам специально? Нет, это же просто функциональные кнопки, которые можно подключить к чему угодно. То есть есть разные функции. На моей гоночной машине на руль выведена рация и режимы в системе записи данных. То есть это различные функции, просто можно подключить необязательный сигнал. Понятно. Это блок управления записи разговора данных? Нет, это система записи данных, чтобы понять, что с машиной происходит, чтобы ее как следует настроить. Стоит классическая гоночная система сбора данных. В машине стоят множество датчиков. Они собираются, записываются и с помощью специальной программы обрабатываются, анализируются. Как оказалось, у русской Борзой и Мазды CX-7 не так мало общих черт. Бросская внешность, высокий центр тяжести и полный привод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова